МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе «Автопатруль 112». Полицейские разыскали 13-летнюю школьницу, которая занималась кибербуллингом в интернете. В Приморье предъявлено обвинение в халатности начальнику миграционного отдела полиции. В Уссурийске два голодных приятеля украли сладости. Полицейские разыскали 13-летнюю школьницу, которая занималась кибербуллингом в телеграм-канале. В отдел пригласили и ее, и отца. Семиклассница опубликовала фото сверстников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала деньги. В Владивостоке уже был подобный инцидент, когда шестиклассница промышляла тем же самым способом. Чат заблокировали, а девочку отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сотрудники следкома предъявили обвинение в халатности начальнику отдела по вопросам миграции приморской полиции. Женщина невнимательно отнеслась к изучению документов гражданина Узбекистана. Он предоставил подложный патент. Ранее мужчина был осужден за особо тяжкое преступление и выдворен из России. Обвиняемая продлила ему срок пребывания в стране, благодаря чему в 2023 году иностранец создал группировку, члены которой с января по июль бесчинствовали во Владивостоке. Все пятеро участников банды сейчас в СИЗО. На этих кадрах в поединке на остановке «Третья рабочая» сошлись водители муниципальных автобусов. Прокуратура заинтересовалась потасовкой, а ее повод был всего лишь несогласие с манерой управления транспортом. Надзорное ведомство оценит, соблюдают ли иностранцы миграционное законодательство и безопасно ли перевозят пассажиров. В находке водитель «Тойоты Порте» сбил 45-летнего мужчину, который спешил на автобус и перебегал дорогу в неположенном месте. Пешехода увезли в больницу с открытым переломом голени. По факту ДТП возбуждено административное производство. Массовое ДТП в «Артеме» рулевой «Тойоты» «Карины» не рассчитал расстояние до оппонента на пробоксе и воткнулся в него. От такого жесткого пинка последний влетел в «Ладу», которая, в свою очередь, оказалась в леерах. Пострадал ее водитель. Всего, по данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 63 ДТП. Пострадали 6 человек, погибших нет. Повреждено 110 транспортных средств. Ночью в районе спутника во Владивостоке вспыхнул мусор, накиданный возле контейнеров ТБО. Едкий дым заволок всю округу. На место приехали пожарные. Жители сетуют, что кучи давно не убираются. По информации специалистов управления городской среды, планируется, что отходы вывезут в ближайшее время. В Дальнереченске прокуратура через суд по уголовному делу конфисковала у нетрезвого водителя автомобиль. На новогодних праздниках осужденный под шофе управлял Ниссан Икстрейлом. Его остановили госавтоинспекторы на трассе Уссури. Выяснилось, что мужчина и раньше привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас он заплатит штраф 200 тысяч рублей, и ему запрещено два года управлять транспортными средствами. В Уссурийске два приятеля так проголодались, что один из них рискнул украсть батончики по 15 рублей за штуку. Сотрудники магазина благотворительностью не занимаются, и поэтому просят воришку вернуться и оплатить товар. Полицейские уже в курсе. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин